уважаемые зрители дорогие друзья вы на канале главная тема народ я александр бабулев и сегодня на связи со студии ректор академии астрологии михаил левин михаил борис спасибо что принимаете участие в жизни канала это без сомнения интеллектуальную планку вещания канала поднимает благодарю вас спасибо мы сейчас перебрались вроде бы в другое государство ведь система то осталось мы находимся во власти того же самого класса чиновников абсолютно причем другое дело что сейчас это еще более заметно только не обремененных социальными обязательствами какой-либо морали ну то есть это является некоторые нет они какими-то обязательными не обременены это является некоторой особенностью развития власти у нас они в общем должны каким-то образом поддерживать существование той страны которые они владеют другое дело что в данном случае это не обязательство это другое звучит как грустно поддерживать существование как будто мы вот на аппарате ивл понимаете все находимся все коллективно вы же даже сформулировали собственно говоря тут и пояснять ничего не надо существование своей системы не жизнь государства живет они за счет нашего труда а именно система вот вся система они поддерживают существование систем а в этом смысле да я как всегда смотрю со стороны народа прошу прощения мы 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 именно влачим существование но это вот это особенности нашей системе нашей российской истории параллельно та же самая ситуация происходила и на западе там тоже в конце концов чиновники прибрались всю власть в свои руки и сейчас последнее десятилетие мы видим апофеоз еврокомиссаров которые управляют целыми странами понимаете решение еврокомиссаров причем делают это медленно сроки принятия решения европейской бюрократии они просто уже анекдотические ну да ну там нет как начальника сверху который как-то и стали мог бы кулаком стукнуть по столу пригрозить но с другой стороны это вообще системы чиновничества что важно отсутствие ответственности индивидуальной ответственности за решение она как бы безликая за ошибочное решение ярко ошибочно не имеет не несет ответственность не я не один это некоторая коллективная безответственность это причем всюду это и в европе в общем-то по большому счету и в штатах то же самое я читал исследование про штат там человек ругается именно я думал что он про советский союз пишет то же самое чиновничество дальше естественно мы имеем все те особенности которые характерны характерен сатурн эпоха сатурн вот эта самая медлительность это сатурн консерватизм это сатурн сатурн боится перемен страшно ему главное поддерживать стабильность неизменность на века он хочет всем руководить он хочет все контролировать он хочет все управлять всем управлять это дает ему чувство безопасности самый большой страх это хаоса под хаосом он призывает но свобода это обязательно некоторые хаос но не некоторые скажем так хаос это предельная свобода они боятся свободы даже в любом виде то есть мечта вот такого такой системы это максимальная предсказуемость это все можно прочесть в вечерниках астрологии это особенности сатурна стабильность организованность иерархичность обязательно страх перемен всегда обращенность к прошлому желание сохранить то что было вчера страх свободы вечная инерция по всему миру это не наши особенности наши особенности связаны с определенной этикой определенной эти если в америке например можно хвастаться своим богатством это даже считается модом иметь много хорошо иметь много много денег в европе например это не принято это неприлично там не демонстрировать своих доходов своего богатства там не ездят в очень дорогих машинах не одевают повседневно очень дорогие вещи принято это все жить скромненько так сказать ну хорошо но скромно не демонстративно вот вот есть такие различия много там что есть в различиях между американскими политиками чиновниками и европейскими потому что это связано с их индивидуальной истории это же самая жизнь наша связана с нашей российской истории кто такие сегодняшний правитель давайте аккуратно подумаем все они выходцы вот я тут прошлый раз написал коммунистической партии это именно так но не из коммунистов рядовых извините а именно из номенклатуры это номенклатурные товарищи в прошлом то есть уже как бы заранее готовившиеся на управляющей должности не из партии из комсомола в комсомоле была такая же система комсомол так сказать как бы готовил кадры для партии и вот эти комсомольские выкормыши комсомольские активисты это в первую очередь особенно кто они вот учившиеся в америке получившие образование за границей что молодые ребята взяли послали в советской власти документики гарвард гарвард рассмотрел из большой успехи принял как вы думаете а ведь на выезд вот у меня доски свое время в киеве был такой киевский фантаст писатель олесь бирков человек занимавшийся духовными практиками поиском он как-то написал заявление в свое украинское там цк с просьбой отпустить его дать ему визу на выезд в город аурабин дакхош простите шри аравиль построена шри аравин дакхош город ауравиль ну что с обыском пришли сразу но это же понятно это все комсомольские работники это детишки какие-то детишки каких-нибудь по этих самых номенклатурных товарищей или те кто резко за счет собственных ярких усилий продвинулся вот как вот этот товарищ который продвинулся аж до помощника письмоводителя и теперь им вот да дано было их готовили за границей давали образование специальное элитарное образование было для этого класса вот и готовили да они и они пришли к власти пришли неважно что произошла там революции распад не распад вся эта система практически сохранилась они переоделись они воткнули себе это сказать либеральные розочки в лацкан и стали бороться против коммунистов сейчас они уже борются против либерализма это вообще смешно честно говоря даудами абсолютно когда я слышал что вот там путин не может победить либералов во власти вот как он победит так сразу все станет хорошо что они все продались амф и прочее это все анекдот абсолютно это я не знаю на какого последнего дурака рассчитывает вот этот самый великий экономист говоря такие слова как будто мы не понимаем что если путин захочет завтра же прийти это самое набиулино на нее другое забавляет а какой отт的时候 если набиулино а где либерализм это 2 это второе это второе могу ведь все они что никто там не с кем не борется что это до LES познают а не борется либерализм с капитализма это там нет тамие либерализм а не капитализм и никогда его там и не было в этом. Это та же самая власть чиновников. Помните массу, так сказать, громких скандалов, когда какой-то очередной чиновник или дочь чиновника наехала на пешехода, убила, задавила, и обошлось все тут же на месте, и потом по суду дали 25 минут условно. Это же уже четко, это же прорисован класс целиком. Они своих не трогают. Свои в неприкосновенности. В этот класс уже входит и суд. Да все они, это все один класс, который четко понимает свою принадлежность. Суды это прекрасно понимают. И суды, и полиции, все они прекрасно понимают, кто входит в этот класс, а кто не входит. Когда пьяного полковника или подполковника или майора ФСБ с трудом держащегося на ногах, выходящего из ресторана или еще что-то. Менты лично провожают до дома, довозят. Понятно. Это класс. Он осознает себя как класс уже. Здесь уже четкое осознание себя как класс. Вот это своя. Они, может быть, не говорят такими терминами, там же еще и думать надо, но говорят четко. Вот мы принимаем решение. Мы принимаем решение, там какая-то чиновница. Ваше дело только голосовать. И так далее. Вот мы это там, вот это нищая. В общем, мы решаем. Вот некоторые семена, из которых выросло российское чиновничество. Мы Чехова зачитали. Ведь у Чехова очень много, но ведь ни у одного Чехова. Вы представляете, какая это была реакция интеллигенции, тогда еще формирующейся на чиновников. Потому что это действительно совершенно особый класс. Они ничем не владеют лично. Только у них есть место. Ты зависишь от начальника. Полностью. Вот вся система российского чиновничества это полная зависимость от начальства. То же самое происходит и на Западе. И на Западе тоже чиновник. Начальник, он всем своим отделом командует как угодно, но там существуют какие-то правила приличия, якобы. Мне приходилось разбирать эти разборки. звонят клиенты из-за границы. Мы разбираемся с этим случаем. Там тоже, в общем, то же самое бесправие. Но здесь бесправие абсолютно. Начальник какого-нибудь отдела департамента, это же царь и бог среди своих. От него зависит повысить или выгнать все от него. Но он тоже соблюдает определенные правила приличия. Выгнать своего тоже с определенного уровня не так-то легко. Но создать ему тяжелую жизнь можно. Значит, там система самосохранения после Сталина сформировалась окончательно. Еще товарищ Сталин, вот при нем выстраивалась эта система на самом деле. Вся эта система репрессий привела к тому, что это просто затвердело и стало прочной системой. А после Сталина началась система коллективной безопасности, когда нельзя человека просто так выгнать из этого слоя. Вот. Ну и откуда они взялись, эти товарищи. Тот же самый Васленский проводит анализ. Рабоче-крестьянская рабочая, коммунистическая рабочая РСДРП, российская социал-демократическая рабочая партия, как выяснилось, уже очень в скорости после революции, уже в 30-40-х, состояла в основном из крестьянств. Это понятно. Почему? Да. Потому что рабочий процент был очень низкий. Крестьянство революции составляло 80% всего населения страны, официальное крестьянство. А на селе жило 95% на селе. Ну там, кроме крестьян, были священники, сельская интеллигенция, помещики и прочее, и прочее. Вот 5% в городах, 95% населения, 80% всего крестьянства. Ну из какого крестьянства оно вышло? Из крепостного? Нет. Там уже была община, оно вышло из особого крестьянства. Оно начало формироваться, когда сразу же ведь началась борьба с кулаками. Вот кулаков тех самых реальных мироедов, богатеев, уже уничтожили довольно быстро. Еще во времена гражданской войны прошло такое глобальное уравнение. Потом, после того, как раздали землю в собственность коммунисты, пошло опять быстрое расслоение. В 19-м раздали землю, коллективизация 29-й. И вот за это время сформировались те, кто богаче, те, кто беднее. Богатый слой, средний и бедный. И, конечно же, пошла эта система. Большевики уничтожили. Ну, не уничтожили, а раскулачивали, как они говорят. Когда эти кураки возникли, откуда их столько миллионов в стране? При гражданской войне там никого еще не было после гражданской войны. Все было ровненько. Те, кто действительно ел народ по едам, их там благополучно убили или выгнали, и они сами ушли. Спрятались. Нет, это те же самые крестьяне, которые были твоими соседями, они за 10 лет успели разбогатеть. То есть, понимаете, что произошло? Самый работящий, самый активный, самый замотивированный на рост, на развитие слой был уничтожен теми самыми бедными. Стартовые условия были у всех одинаковы. Бедняки – это особый тип психики. Если уж не говорить о том, что само коммунистическое учение, взяв идеалы христианства, добавило свои... Но тут еще может быть географический фактор. Вот, например, казачество. Было северное казачество, селение в районе Хапра, и было южно. Ну, просто урожайность на юге Всевеликого войска Донского была выше. И там расслоение шло по географическому признаку. То есть, не совсем это все-таки психологический фактор. Я думаю, что насчет Хапра, то там, конечно, внутри одного села, простите, там же не приезжали с южного Хапра раскулачивать северный. Раскулачивали, извиняйтесь, свои же соседи из этого самого села. А делы были не одинаковые. Вот здесь вот мне сложно судить. На делы сначала были все одинаковые. Это уж совершенно четко. Еще со времен общины пошло, что они делили по количеству, там я не помню, по количеству. Ну, у кого-то были удобие, у кого-то неудобие. Я Шолохова читал внимательно. Кто-то затишки там припахивал. Это было нигде. Это Шолохову надо было объяснить всю эту ситуацию, конечно же. Шолохову надо было все это объяснить, почему так произошло. Все-таки он оттуда знал реально там от самой общины еще что-то. Все делили до конца. Община до самой революции существовала. Она регулярно переделывала земли. Была общинная собственность на земле. Вообще не было частной собственности. Понимаете? Была общинная собственность на земле. Так распорядилась социальная власть. То же самое, боясь дать крестьянину свободу, самостоятельность. Тоже такой отцовский взгляд. Они как дети, они сами свободой распорядиться не могут. Надо их держать как-то под контролем, под контролем общины. Ну и держали. Вместо того, чтобы дать землю каждому в собственность, они создали общину и общине передали эту самую землю. Понимаете? И дальше община этим распоряжалась. Тем самым очень сильно задержала развитие России вот эти 40-50 с чем-то лет с 1861 года. в 1917-й. Страна могла бы рвануть очень сильно вперед. Она и рванула, но могла бы рвануть еще больше, потому что община очень сильно тормозила развитие сельского хозяйства. Она энергия общины по своей природе. Она пассивна. Более того, она протестует против любого развития. Не дает никому вырваться вперед. Развитие началось и очень быстро, смотрите, после советской власти. Тут эти богатей поперли. Я как раз еще хочу вернуться. Так вот, какие основные принципы коммунизма? Это насилие и ненависть. Коммунизма какого коммунизма? Коммунизма как идеологии или коммунизма в той реализации, которая была построена? Как идеологии, как идеологии, извините, еще при Марксе. Классовая борьба. Маркс, конечно, не дошел бы до того, чтобы расстреливать по признаку рождения. Конечно, нет. Многие вещи были искажены, даже доведены до глупости, до абсурда. Бытие определяет сознание. Значит, если ты родился дворянином, то ты уже по крови урод, так сказать, моральный. И тут, конечно, с ним можно поспорить и выбор очень сильно с ним поспорил. Мне кажется, опроверг его полностью. Но не в этом дело. Сама идея классовой борьбы, особенно в некоторые нюансы, она приводит к классовой ненависти. А сама идея диктатуры пролетариата тоже. То есть идея построена с самого начала. Насильственное изменение строя, насильственное управление новой страной до тех пор, пока она не станет истинно коммунистической, подавление класса эксплуататоров, все это было. Это было заложено в идеологии с самого начала. Сама идея классовой борьбы ведет к ненависти. Вот. А здесь у нас, у нас ненависти хватало и без классовой борьбы. Без теории классовой борьбы, я имею в виду. 903-й год, когда начали, 904-й, когда начали жечь помещи Чаусадина в Бенаёге, когда поднялась волна крестьянских бунтов, которые пришлось подавлять армии, когда стали вешать в массовом масштабе, когда за 2 года или, по-моему, за год с небольшим перевешали больше, чем за 100 с чем-то лет, за 160 лет правления, за 170 лет царской власти за один год, больше там 1400 или 1600. А за всю царскую власть к смертной казни было приговорено меньше тысячи человек. Интересно, почему начали бунтовать на юге? Мне кажется, это должно было произойти в зоне рискованного земледелия. Южные-то губернии, они были более-менее урожайными. Почему именно южане? Это действительно очень интересный вопрос. Почему именно южане? Может быть, как раз вот средние, обычно пока дело стоит о выживании не бунтует, бунтует тех, кто что-то имеет. Тех, у кого, да, 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 Михаил Павлович, совершенно верно. Но может быть, южане еще были привыкли к большей свободе. Они возникли из более активных, кто бежал на юг. До Екатерины степи-то были нелюдимые. Кто туда мог сунуться, когда татарская конница там гуляла? Пока Крым не взяли, пока не покончили вот с набегами татар, окончательно не привели их в порядку, пока эта земля не стала русской, российской, да, там жить было опасно. Жили на севере, подальше от них, от этих мест. Оберегались от них засеками, постами и прочее. Когда старый заселять, кто туда двинул? На любой реактивный, наиболее динамичный, наиболее решительный, тихий, пассивный, с места не сдвинуться. Вот. Поэтому я думаю, что там вообще по природе этот юг был куда более свободолюбивым, независимым просто по происхождению и куда более динамичным. Вот. Может быть, но я не берусь, я не социолог. Тут, правда, скорее культуровый. Извините, я вас сбиваю. Вот. Так я вернусь обратно. И вот нравственность, построенная на принципе насилие и подавлении как раз. Дальше. Кто поперся в коммунистическом партии? Да те же самые, самые беднейшие крестьяне. То есть, люди вообще, испытывавшие зависть к своим богатым, лентяи, в первую очередь, или по какой-то причине неспособные, те работяги умные, активные, динамичные, может быть, даже более развитые в каком-то интеллектуальном или волевом отношении. А эти, наоборот, в общем, тот же самый сельский люмпен. Люмпен крестьянства в этом случае, следовало бы сказать. Вот это самое люмпен крестьянство совершенно жестокость раскулачивало своих соседей. Я думаю, что сами коммунисты не дошли до такой жестокости при всем притом они расстреливали. Но вот издеваться, откровенно издеваться, причинять бессмысленного страдания людям вот такого типа, это, я не думаю, в те годы еще не стали бы. Когда заставляли не позволяли садиться на подводы, их имущество везли на подводах, а им нужно было идти пешком. Это же откровенное издевательство. Да, мы говорили о Валенках, да, это пример, конечно. Это же молодые ребята оттуда. То есть это самое, я бы сказал, вот самый Льюнгенес, безнравственный по идее, жестокий, безнравственный и не любящий работать, не работяги. Работяги уехали в Сибирь. Вот. А потом они же именно как бедние, там же была идеология, раз бедняк, значит наш, из них брали в комсомол, в партию в первую очередь. Сельские, так сказать, постепенно костяк они составляли. Ну и естественно, это создалась определенная нравственная, определенные этические основы, построенные на крестьянской морали. Это главное это иметь. Это не мораль развитых людей, это как раз мораль самого отсталого тогда слоя государства, если не считать чиновников еще более отсталыми. Как легко они писали доносы друг на друга, как легко сдавали друг друга. Потом захотелось тишины, но мораль-то перешла та же самая. И вот на этой морали выросло то, что сейчас выросло. Уже при Хрущеве, при Брежне, а особенно при Брежне, эти товарищи начали чувствовать себя элитой, отсюда появился гонор, они стали чувствовать себя выше всех. Но действительно у них вот они перебрались сюда, это они и есть, они там выросли, там воспитались. При Ельцине там еще была каша короткая, чиновники все равно правили, но каша была короткая, период неорганизованности, я думаю, что дело-то не в Ельцине, дело в том, что переход, любой переход и разрушение старой структуры, она всегда дает какой-то период хаоса, новую структуру еще надо выстраивать. Только наивно люди думают, что после разрушения дома, тут же на его месте сразу же, вот они разрушили дом, да, ба-бах, через пять минут уже стоит новый, но выстроить надо, временно это требуется, новую структуру надо строить, вот начал выстраивать, Путин ее выстроил, но все условия чиновничества все осталось, это те же самые, то есть еще больше комсомолцев, вот это уже люди выросшие, это то, что вот эти мажоры, вот так при советской власти, уже тогда с Гонором я как-то попал на короткое время в эту компанию, отец мой преподавал в таком институте, где учились высокопоставленные люди, всесоюзные финансовые, заочно-экономические, они добирались малограмотные до вершин власти, а там уже требовалось высшее образование, и они шли учиться, естественно, куда в экономику, естественно, на заочно, вот у меня были там студенты, аспиранты из ЦК, вот у меня была больная печень, и папа сделал мне санаторий Министерства иностранных дел под Москвой, там два месяца я пробыл, попал в компанию мажоров тогда, эти детишки, которые вот с большим гонором все, они ходили, основного разговора у них были про то, где они, как они бывали за границей, это возраст 12 лет, ну, 13-15 лет, там разновозрастные, потому что собирали не по возрасту, а по болезни, болезнь была редкая, было нас, в общем, немного, санаторий богатый, а потом папа еще достал другую путевку, следующую, уже в общий санаторий в Железноводске, там тоже был свой элитный санаторий, но туда не достал, и достал мне путевку в санаторий, там было так хорошо, мы тоже были все разновозрастные, из разных городов страны, больные дети, удивительно теплая атмосфера лимфи была, но мы не были номенклатурные, а вот тот номенклатурный я запомнил, вот это пижоны, откровенные, у них были разговоры только вот об этом там, они понтились уже тогда, ну, еще какие-то мелкие детские разговоры, ну, еще вторая, пятигорья была там, это дети местных персоналов, вот и все. Я думаю, дети просто копировали поведение родителей, это было неосознанно, скорее, такое. Да, но это в кровь-то впитывается, естественно, дети неосознанно копируют поведение родителей, это абсолютно. Семья куда более воспитывает, чем школа, вот они и выросли, эти дети, вот эти дети пришли править. Другое дело, что астрологически эта власть должна была закончиться, советский, именно тоталитарный режим, не чиновничий, тоталитарным особенностям власти чиновничества в СССР были окрашены еще идеологии. Вот идеологическая власть рухнула, идеология рухнула, не класс рухнул, не система управления, рухнула идеология. И власть оказалась без идеологии. Вот, а всех, кто пришел, вот тут еще знаменитый ретроградный Меркурий, который поехал, то есть мы в какое-то время начали двигаться, выходить из этого и получили на 20 лет возвращение назад. Возвращение, вот жуткое желание вернуться в Советский Союз, и в общем, так оно и делали эти 20 лет. Я уже цитировал Петра, мне нравится очень это место, как пес возвращается на бреветину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Причем они, в отличие от предыдущих, они наименее способные. Вот самая группа вокруг нашего президента, они все наименее способны. Во-первых, чиновник – это вообще особая статья. Если человек не обладает созидательными способностями, что у него нет созидательного импульса, если у него нет ярко выраженных способностей к науке, к искусству, к предпринимательской деятельности, к спорту, если он не может ничего создавать, то куда? А он хочет делать карьеру. Не просто тихо жить на своем месте, а хочет пробиться вверх, то мы имеем вот этот самый случай. Амбициозные люди без способностей. Чиновники подавляющим большинстве, в общем-то, люди, которые не способны к созидательной деятельности. Это Сатурн. Сатурн способен, дает людей, это они все по типу мышления Сатурна. Сатурн дает исполнительное хорошо, административное хорошо, а творческое у него не получается. Поэтому они глубоко не понимают процессы, происходящие в обществе и в экономике. То есть, поскольку ничего создать не могут. Приди них есть больше или меньше способности, больше или меньше, есть нюансы. Да, конечно, там не совсем есть слой, есть нюансы, есть люди более-менее, поэтому так Путин ценит таких людей, как тот, он финансами занимается, как его фамилия? Антон Германович Силуалов. Да, Силуалов, Набиулина, Чубайс. Они умнее, они способнее окружению. 1 октября госпожа Голикова говорит, локдауна не будет, проходит 3 недели, получите, распишитесь, локдаун. Это же карикатурно, ну не должен чиновник высшей категории себя так вести, понимаете? Они не осознают себя ведь. Они не осознают, они даже этого не понимают. У них вот это самое крестьянство, оно не обладало, я не говорю о кулаках, тех, кого назвали кулаками. Там люди были еще в том собственном достоинстве. Это люмпы. Особенно пройдя вот эти системы советской власти, где нужно было обязательно кого-то настучать, кого-то предавать. Вот перед нами на самом деле может быть карикатурная, но система структуры с чиновничьих отношений, слава Богу, Антон Павлович нас познакомит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok